Так, все. Салют, друзья. Меня зовут Максим Юн. Это канал, где мы говорим про СБ и время от времени про кино. И в таких случаях я обычно в гости зовут Сергея Евгеньевича Мясищева. Привет. Привет, Максим. Здравствуйте, товарищи. Фильмы, которые мы обычно разбираем, почти всегда, содержат сцены фехтования. И сегодня мы решили поговорить не о каком-то конкретном фильме, а о фехтовании в кино, сценическом фехтовании, если угодно, как о самостоятельном феномене, как об инструменте драматургии. Правильно? Да, именно так. И на эту тему, Сергей Евгеньевич, насколько я знаю, тебе есть много чего сказать. Воистину так. Мне есть что сказать на эту тему. Не в последнюю очередь потому, что свой путь в фехтовании мне посчастливилось начать в том числе из фехтования сценического под руководством Кирилла Николаевича Черноземова, который в свою очередь был учеником известнейшего маэстро сценического фехтования, можно сказать, основоположника самого феномена сценического фехтования как педагогической науки, как явления в культуре, а именно учеником Ивана Эдмундовича Коха. И сегодня на нашу встречу я принес книги. Вот я позволю ее сюда продемонстрировать. Это первое издание и единственное прижизненное издание книги Ивана Эдмундовича Коха. Это 1948 год. Затем уже переиздание в 2008 году этой же самой книги. И во многом то, о чем мы будем говорить, будет операцией на здешний материал, по крайней мере, с точки зрения подхода. Потому что на данный момент до сих пор про демонстрационное фехтование, про показательное фехтование, про сценическое фехтование более фундаментального труда, на мой взгляд, нет. А в чем была именно фундаментальность труда? То есть до Коха не было вообще такого понятия? А, нет. Ну, первая книжка по сценическому фехтованию была издана известным фехтмейстером Люгаром. И, насколько я помню, это было еще даже дореволюционное издание. То есть само по себе понятие было. А где это было издано? В России. Я говорю сейчас про Россию. Понятное дело, что фехтование на сцене также присутствовало. По той простой причине, что очень многие сюжеты, пьес, драматургии, балета, так или иначе связаны с боевым взаимодействием, ну и в частности с фехтованием. Просто в то время фехтование было все еще частью жизни, может быть, более редко, чем раньше. Да, определенно так. Но, как отмечает в своей книжке Иван Гмундыч Кох, во многом обучение актеров шло, исходя из реалий спортивного фехтования. Без какого бы то ни было специального отсыла к сценической необходимости. То есть это та проблема, с которой он столкнулся? Да, это та проблема, которую Иван Гмундыч решает в своей книге. Решение, которое он предлагает в своей книге. Что нужно сказать? Ну вот, действительно, мы все, так или иначе, с фехтованием в первую очередь знакомимся через фильм. Вряд ли можно предположить, что кто-нибудь впервые увидел фехтование на трансляции с Олимпийских игр. Было бы неплохо, но вряд ли. Скорее всего, так или иначе, впервые в своей жизни мы сталкиваемся с фехтованием, просмотрев какой-то фильм. Можно сказать, и прямо скажем, если бы он все-таки познакомился через Олимпийское фехтование, скорее всего, не был бы так впечатлен, как сценическое. Да, бесспорно так, потому что современное спортивное фехтование – это яркое зрелище. Но это, в первую очередь, зрелище, доступное для тех, кто в этом уже разбирается. Слишком большие скорости, слишком сложный каскад приемов. И понять, что происходит, достаточно тяжело. А фильмы, все-таки они специально сделаны так, чтобы это было понятно. По крайней мере, режиссеры и операторы, и постановщики боев пытаются так сделать. Естественно, в первую очередь мы сталкиваемся с сценическим фехтованием в фильме. Я сейчас намеренно использую термин «сценическое фехтование», подразумевая под этим весь комплекс фехтования демонстрационного. То есть, фехтование направленного не на достижение конкретного результата, когда мы с противником противоборствуем на площадке, на дорожке и стараемся нанести максимальное количество ударов, а самому таковых не получить. А когда мы взаимодействуем с моим партнером, пытаясь продемонстрировать те или иные фехтовальные приемы, пытаясь донести те или иные перипетии развития сюжета. Да, рассказать историю через фехтование. Так вот, Иван Гмундыч справедливо отмечает, что спортивный опыт артистам нужен для того, чтобы прочувствовать сам азарт поединка, все эти эмоции. Но, тем не менее, само по себе сценическое фехтование, сценический бой должен быть подчинен некоторым другим принципам. Я, с вашего позволения, зачитаю определение сценического фехтования и сценического боя, а Иван Гмундыч выделяет отдельно понятие сценического фехтования и сценического боя. Звучат эти определения так. Одним из этих элементов как раз является сценический бой, наряду с этим в качестве таких элементов Иван Гмундыч выводит сценическое движение, бытовые движения с оружием и так далее, и так далее. И сценический бой является совокупностью движений, пользуясь которыми двое или несколько актеров могут изобразить на сцене бой на любом виде холодного оружия, в соответствии с конструкцией оружия. Этот бой должен соответствовать замыслу автора и режиссера-постановщика и воспроизвести образы сражающихся и их отношения. Вот это вот очень важный момент. Сценическое фехтование в первую очередь демонстрирует нам характеристику актеров и их взаимоотношения, и должно быть подчинено... Да, персонажей, естественно, персонажей. И должно быть подчинено общему развитию сюжета. Именно это основная цель сценического фехтования. К нему же мы относим фехтование в кино. Можно, конечно, назвать кинематографическое фехтование. Ну, оставим термин сценическое, так всем понятно. И именно это выделяет сценическое фехтование из всего многообразия владения холодным оружием, которое у нас есть. К такому можно отнести фехтование, там, прикладное, утилитарное. Ну, сейчас оно вряд ли как-то используется, ну, в 19 веке фехтование на дуэлях. Сюда же можно отнести фехтование спортивное. Оно, по сути, тоже утилитарное, по той простой причине, что наша задача, как мы уже говорили, укол нанести, самому не получить, нанести большее количество уколов в рамках поединка. И, как следствие, поединок выиграет. Сюда же можно отнести артистическое фехтование. Вот, кстати говоря, вот есть вот такая вот книга. Эта книжка тоже названа на фехтованием сценическим. Эта книжка уже современная. Авторы ее Дэвид Абрамович Тишлер и Олег Давидович Мавшович. Вот, это люди, которые создали у нас в России новый вид спорта, артистическое фехтование. Вот артистическое фехтование, это тоже фехтование показательное. Здесь тоже два или более участников поединка не соревнуются друг с другом, стараясь нанести удар и не получить, а взаимодействуют, создавая некую картину, некую картину боя. И оценивается это, вероятно, так же, как там художественная гимнастика. Да, да, в общем так. В общем так, оценивается это именно исходя из, соответственно, картины боя. Ну, в артистическом фехтовании, на самом деле, есть очень строгая система оценок. Там фехтовальщики должны использовать определенный процент именно фехтовальных движений, обусловленных видом оружия. То есть, это сложная система. Кстати, поэтому проводятся серьезные соревнования. Ну, и минутку саморекламы. Вот в нашей школе фехтования Траматсоны есть отделение артистического фехтования. Прямо сейчас, пока мы ведем этот разговор, наши ребята тренируются, чтобы выйти на чемпионат Санкт-Петербурга по артистическому фехтованию. Я думаю, мы как-нибудь потом можем об этом рассказать. Потому что событие предстоит интересное. Да, здорово. Так вот, скажу, и коль ты упомянул, ссылки на группу фехтовальной школы Траматсоны, на личную страницу Сергея Евгеньевича будут в описании. И, кстати, ребят, извините, немножко прерву. Если вдруг YouTube все, если YouTube заблокирует, я есть ВКонтакте, ищите меня ВКонтакте, ссылки тоже будут в описании. В принципе, можете не дожидаться блокировки YouTube, а уже там сейчас меня находите, подписываться. Там будут выкладываться все ролики, если YouTube будет недоступен. Спасибо. И продолжаем. Продолжаем. Итак, вернемся к сценическому фехтованию. Таким образом, сценическое фехтование – это явно не соревновательная деятельность, а деятельность, относящаяся скорее к актерскому мастерству. И, разумеется, именно сценическое фехтование особенно востребовано в кино. Вот у меня как раз такой родился вопрос. Все-таки кино и театр – это разные вещи. И, наверное, какие-то есть особенности, нюансы именно фехтования постановки в кино и в театре. Разумеется. В первую очередь это относится к тому, что творцам кино, искусства, доступен волшебный монтаж. Собственно, в кино мы можем сделать несколько дублей. Мы можем показывать эмоции актеров, демонстрируя крупным планом их лица. Мы можем показывать какие-то ранения. Мы можем показывать взаимодействие оружия, усилить звук звяков-клинков. Мы много чего можем. Театральное фехтование здесь, конечно, воздвигает гораздо более жесткие требования, потому что у нас только один кадр на сцене. И именно в этом кадре мы должны показать все эмоции, зачастую сопровождая их какой-то речью, если эта речь вписана в поединок и так далее. Здесь, конечно, перед режиссерами, перед постановщиками боев в кино открываются большие возможности. Но, тем не менее, с точки зрения требований, которые выдвигаются сюжетом и общей драматургии произведения, и требования, условия, которым должен соответствовать поединок, они, в общем, сходные. Мы сегодня поговорим в основном про кино. Про театр мы особо говорить не будем, потому что это вообще отдельная планета. И понятное дело, что именно в кино фехтование может быть значительной частью общего зрелища. Мы с вами сейчас попробуем рассмотреть вначале основные цели и задачи фехтования в кино, рассмотреть то, каким условиям должен соответствовать поединок в произведениях киноискусства, попробовать выделить основные инструменты, которыми постановщик боев и или режиссер могут эти самые цели реализовать, чтобы поединок как можно лучше соответствовал выдвинутым условиям. Итак, вслед за Иваном Муночем Кохом, можно сказать, что основная цель и задача фехтования в кино – это наилучшим образом продемонстрировать общее развитие сюжета, продемонстрировать развитие конкретного персонажа. Это наша основная задача. Характер продемонстрировать. Да, характер и так далее. То есть у нас не может быть на самом деле в целом боя просто так. Можно я добавлю как раз про характер? Мысль родилась, что действительно через фехтование можно передать просто банально характер человека, потому что кто как живет, тот так и дерется. То есть какие паттерны у него просто есть в межличностном общении, в взаимодействии с другими людьми, все это проявляется и на дорожке, в бою. Определенно так. Если не ошибаюсь, у Артура Переса Реверта в книге «Учили фехтование» как раз главным героем выдвигается идея в том, что человек на фехтовальной дорожке, в фехтовальном бою, он как раз лишен возможности лгать и проявляет себя истинностью, истинной своей личностью. И действительно это так. Я, кстати, с этим полностью согласен. Именно в условиях реального поединка, я думаю, что здесь не так важно даже фехтовальный это поединок, или предположим боксерский или какой-нибудь другой. Демонстрируется характер. Да, демонстрируется в полном объеме характер. Решительный человек или нерешительный, храбрый он или скорее осторожный, склонен ли он строить тактику боя на основании каких-нибудь хитрых приемов, обмана своего противника или наоборот пытается сломить его напором. Действительно здесь можно познакомиться с человеком, с тем, как он есть на самом деле. Так вот, возвращаясь к вопросу фехтования в кино. Итак, фехтование должно способствовать общей истории, должно помогать рассказывать сюжет, помогать вовлекать зрителя в этот самый сюжет и служить яркой иллюстрацией общего развития событий. В этой связи можно выделить, наверное, три основных условия, в которых вот эти самые фехтовальные сцены происходят. Первый вариант – это фехтовальная сцена как декорация. Мы говорим поединок, но это не обязательно поединок. Это может быть взаимодействие группы бойцов и так далее. В принципе, это может быть и батальная сцена. Мы, опять же, сейчас говорим про фехтование, но мы понимаем, что фехтование – это разновидность батальных сцен. Батальные сцены могут быть разные. Это может быть сражение, со стрельбой, погоней. Одна суть – это батальная сцена, но мы говорим конкретно про фехтование. Боевое взаимодействие. Да, боевое взаимодействие. В данном случае фехтовальная сцена. Так вот, фехтовальная сцена, она может быть задником, может быть красивой иллюстрацией, которая помогает нам войти в атмосферу того рассказа, который нам предлагают создатели фильма. Ну, пример такой сцены задника, сцены введения, это, например, наши советские Д'Артаньяна «Три мушкетера», сцена во дворе господина Д'Атривилля, куда приходит Д'Артаньян, значит, там на заднем плане фехтуют мушкетеры, великолепный Лев Дуров в роли Д'Атривилля поет песню «Шпагу наголо дворяне». Кстати говоря, надо сказать, что сцена эта очень удачная, еще и потому, что она резкими и крупными мазками, но прекрасно описывает историческую ситуацию. Мы видим фехтующих дворян, и мы слышим божественный текст этой песни «Хоть за трон на Ратном поле кровь пролить вам не впервой, но ее куда поболе, на Парижской мостовой». Действительно так. Как могу остановить и крово пролить, если сам шпаги в руки дал вам. Да, отличное, отличное такое вот введение в общую ситуацию. Мы сразу понимаем, о чем у нас будет дальнейший рассказ. И в дальнейшем Д'Артаньян следует в приемную господину Д'Атривилля, так или иначе проходит мимо каких-то фехтующих групп. На дальнейшее развитие сюжета практически эта сцена никак не влияет. То есть, ну там где-то там Партос на заднем плане проходит, Атос выходит, что-то вот такое есть. Но в целом, в целом, эта сцена действительно зарисовка из жизни Парижа, из книжки «Три мушкетера». Это вот важная ремарка, я не говорю про 17 века. Это жизнь Парижа из книжки «Три мушкетера», которая вот нам показана в фильме. Кстати, у Александра Дема, ну самой сцены, понятно, фехтования во дворе Д'Атривилля там нету. Но вот сцена упоминается о том, что Д'Артаньян шел по толпе, где там кто-то фехтовал, пытаясь подняться на лестнице, значит, играя в фехтовальную игру. Кто-то еще что-то такое делал. То есть, в целом, это соответствует книжке. Ну, я понял, да, что ты имеешь в виду декорации. Да, кстати, у нас такая же сцена практически у нас есть в фильме «Гардемарины вперед». Вот с нее начинается первая серия, нам показан класс фехтования в навигацкой школе, где нам также там задявлены главные герои, плюс-минус. Но в целом тоже сцена, сцена такой вот задник, сцена-декорация. Ну, чтобы подсветить эпоху и нравы, которые царят. Да, именно так. Именно так это хороший режиссерский ход. Понятное дело, что в данном случае основное требование к этой самой сцене – это зрелищность. Здесь нам не так важны какие-то сложные фехтовальные приемы. Здесь нам важно, чтобы на заднем плане двигались какие-то красивые люди, чтобы они были красиво одеты, чтобы в общей сложности это создавало нам общую картину повествования. Это первый вариант. Второй вариант – это, если угодно, проходной поединок, который вписан в сюжет. Но зачастую не является каким-то судьбоносно важным. Пример. Тот же самый «Д'Артаньян и три мушкетера», третья серия. Драка мушкетеров и гвардейцев в таверне «Красная голубятня», где Атос послушал Миледи, они пытаются Миледи остановить. Это все проходит на фоне драки мушкетеров с гвардейцами. Эта сцена вписана в сюжет уже гораздо четче. Как мы помним, эта драка начинается с того, что мушкетеры обнаруживают, что вино отравлено. Значит, анжуйское вино отравлено. Вино это якобы послано от имени гвардейцев. Гвардейцы, узнав, что их подарок отвергли, затевают драку. Там герои прыгают по столам, плескают друг друга вином, дерутся скамейками. На самом деле, если мы эту сцену вырежем из сюжета, в принципе, ничего кардинального не изменится. Но, тем не менее, эта сцена в сюжет вписана. Это не просто декорация, это уже часть действия. Но кардинального влияния на повествование она не несет. Это такая приправа. Вот у нас сюжет – это основное блюдо, и тут добавили перчика. Ну, можно сказать, чтобы зритель слегка расслабился, посмотрел просто за красивым зрелищем между двумя важными сценами. Конечно. Нужно понимать, что киноискусство серьезно отличается, например, от литературы. В тех же самых трех мушкетерах в тексте никакой драки в этой самой красной голубетне нет. Есть сцена гибели слуги Д'Артаньяна от вот этого самого вина. Солдат, которому Д'Артаньян сохраняет жизнь, оставляет по себе, дает ему право выпить остатки этого самого вина, он гибнет. Вот это вот все. Эта сцена есть, никакой драки там нет. Она, в общем-то, там и неуместна. Более того, драка между гвардейцами и мушкетерами на поле боя практически, а речь идет о лагере французской армии под Лерашелев, то, в принципе, вещь такая уж, прямо скажем, спорная. За это могли АТА-ТА сделать очень сильно. Да. Вот. Но в фильме эта сцена введена действительно, чтобы как-то разбавить повествование, потому что в третьей серии «Трех мушкетеров» экшена не так много. Вот. Он необходим, вот ее ввели. Ввели удачно. Ну, мне кажется, слово «разбавить» наиболее подходящее. Да, оно наиболее подходящее. Чтобы сбросить напряжение, просто посмотреть за интересным действием. Именно так. И, наконец, третий, наиболее ответственный момент, это когда фехтовальная сцена, поединок, судьбоносно влияет на сюжет. Вот. И, забегая немножко вперед, уважаемые зрители, мы приготовили для вас достаточно подробный разбор трех фехтовальных сцен в кино. И вот каждая из них, она в сюжет вплетена достаточно плотно. Вот. Как может быть вплетен фехтовальный бой в сюжет? Во-первых, это может быть некое представление, экспозиция главных героев. Мы говорим сейчас про судьбоносный поединок. Да, да, да. Мы говорим сейчас про фехтовальную сцену, которая является уже неотъемлемой частью, собственно, повествования. Вот. Это может быть, как я уже сказал, экспозиция героев. Потому что с поединка можно начать, это может быть яркая заявка, соответственно, на дальнейшее действие. Вот не просто заявка, как картина мира, о чем мы говорили в начале, а как знакомство с персонажем. Вот та самая демонстрация характера персонажа в бою. Данная нам кинематографическим способом. Это может быть важной ступени роста персонажа в рамках повествования. Классический пример – это главный фехтовальный фильм всех времен и народов «Скоромуж», американский, 60-х годов. Наверное, вот до сих пор этот фильм, на мой взгляд, удерживает звание главного фехтовального фильма. Я его не смотрел. Вот. Я думаю, что, кстати, до «Скоромужа» тоже могут дойти наши ручки, чтобы мы его разобрали. Ага. Вот. Фильм очень интересный. Там рассказывается история времен французской революции. Он снят по роману «Саботини» «Скоромуж». И, на мой взгляд, фильм гораздо интереснее романа. Вот. Редко такое бывает. Но с фильмом «Скоромуж» это так. Слушай, я знакомлюсь и мы сделаем об этом. Да. Если ты громко говоришь, что это самый фехтовальный фильм. Самый фехтовальный фильм. Собственно, главная фехтовальная фраза на тему того, что шпагу надо держать, как птицу. Если вы сожмете руку слишком сильно, вы задушите ее. А если слишком слабо, она улетит. Это, собственно, из фильма «Скоромуж». По крайней мере, в народ она пошла оттуда. Настолько оттуда, что даже эту фразу цитируют герои некоторых литературных произведений, ссылаясь на фильм «Скоромуж». Ну, вот есть такая известная детская книжка советская «Мальчик со шпагой» Владислава Крапивина. Вот. И там как раз цитируется эта фраза, ссылаясь на фильм «Скоромуж». Фильм был безумно популярный. Я просто думал, что ты скажешь, что «Дуэлянты» самый фехтовальный фильм. Нет. «Дуэлянты», на мой взгляд, самый атмосферный фильм, где есть фехтование. Но все-таки в «Дуэлянтах» фехтование, само по себе фехтование, как наука, как искусство, оно не так выведено на первый план. Потому что «Дуэлянты» это все-таки фильм про менталитет, про феномен дуэли. А вот «Скоромуж» это фильм про фехтование. Хорошо. Я все понял. Так вот, собственно, на протяжении этого самого фильма, так давайте забросим такую удочку нашим уважаемым зрителям, показывается рост героя от Шалапая до идейного бойца французской революции. И на самом деле этот рост как раз показан во многом через его обучение фехтованию. Начиная от того, как смелый, но ничего не умеющий человек, потом есть его поединок с главным антагонистом. Он несколько раз сражается с этим самым антагонистом. На какой-то момент показан его поединок, когда он уже хоть что-то умеет. Ну и, наконец, финальный поединок, где герой одерживает победу. И здесь каждый поединок построен так, что мы видим изменения главного героя и как мастера фехтования, и как человека, когда его характер явно меняется от некоего такого бесшабашного, пусть храброго, но немножко безалаберного, к собранному, выдержанному, обученному бойцу. Это очень интересно. Будем говорить про «Скоромуж», про каждый из этих поединков расскажем отдельно. Это просто пример того, что в фильме, например, «Скоромуж» фехтование является полноправным действующим лицом, можно ли так сказать. Потому что там все построено вокруг обучения этому виду боевого искусства. Какие же у нас бывают условия для реализации нашей основной цели? То есть, лучшего рассказа сюжета. На самом деле, они бывают очень разные, во многом они обусловлены тем, во многом они обусловлены историей. О чем я хочу сказать? Бывает ситуация, когда поединок описан достаточно четко. Хрестоматийный пример – это поединок Гамлета и Лаэрта у Шекспира в Гамлете. Там достаточно четко описывается, что Гамлет наносит один и другой удар, потом, соответственно, пропускают удар заточенным острым, меняются оружием, и дальше Гамлет закалывает Лаэрта отравленным клинком. Это, повторюсь, достаточно четкое описание. На основании этого постановщик боев уже может... Там есть просто ключевые моменты. Да, есть ключевые моменты. Вот, кстати говоря, в книжке как раз Ивана Гмундыча Коха есть, так сказать, такая раскадровка, описание боя постановки Гамлета и Лаэрта, причем вот в первом издании ранняя версия этого боя, а во втором издании – это версия, которая вошла в фильм, потому что в первой версии Иван Гмундыч Кох предполагал ставить бой Гамлета и Лаэрта без кинжала для левой руки, без Даги. Во втором уже бой Шпага и Дага, так как он вошел в фильм. Очень интересно посмотреть на развитие мысли постановщика. В принципе-то книжку можно и в интернете скачать, почитать. Всем рекомендую. Хорошая и интересная чтива. Бывает, когда указан только какой-то отдельный элемент. А бывает, когда просто сказано – бьются, тот-то герой падает. Опять же, вспомним Шекспира, Ромео и Джульетта, бой Тибальта и Меркуцио. Ты думаешь, что обо мне лучше, чем я есть. И Ромео, и Джульетта. Но я готов сделать вид, что мы вспоминаем. Да. Так вот, бой Меркуцио и Тибальта, там четко указано, например, что Тибальт убивает Меркуцио из-под руки Ромео, когда Ромео пытается разинять этих двух бойцов. И это, естественно, серьезнейшим образом на Ромео влияет, как на развитие персонажа. Меркуцио умирает, Ромео пытается отомстить Тибальту. А вот бой Тибальта и Ромео описан гораздо более скромно. То есть, они бьются, и Ромео и Тибальта убивают. И вот здесь уже для постановщика боев поле для деятельности, как это показать. Каким образом показать это. И есть самые разные варианты решения развития этого поединка. И есть масса постановок Ромео и Джульетта в кино. И отечественная, и Франк Зефирелли классическая постановка. И относительно недавняя постановка Ромео и Джульетты, где тоже показано фехтование. То есть, можно посмотреть, решения могут быть очень и очень разными. Вот такие вот условия, как я уже сказал, они ставят постановщика боев в очень разные позиции. Иногда, с одной стороны, вроде бы, если ничего не сказано про бой, да твори что хочешь. С другой стороны, это накладывает и на постановщика боев, и на режиссера, который ставит задачу, достаточно жесткие условия. Потому что тогда приходится что-то придумать. Как-то отфиксировать вот эту вот особенность. Причем не забывая то, о чем мы говорили, что как человек живет, так он и дерется. То есть, это нужно очень детально продумать особенности фехтовального стиля одного человека, другого человека. Это прямо работа. Конечно, это прямо серьезная работа. И надо сказать, что зачастую мы сталкиваемся с удачными решениями вот этой задачи. Кстати, могу сказать, что очень удачное решение, на мой взгляд, мы можем видеть в фильме Этерна. Мы о нем недавно говорили. И вот здесь как раз стиль фехтования герцога Алва, на мой взгляд, показан волшебно в одном небольшом фрагменте. То есть, сцена фехтования Алва и Алана Огдала показана... Или Агмонта Огдала. Я забиваюсь. Старшего Огдала. Старшего Огдала, да. Показана очень хорошо. То есть, коротенькая фраза, явно какой-то секретный прием, которым Алва убивает своего противника. И здесь мы как раз плавно переходим от задач и условий к методам, к инструментам, которые есть у постановщиков боев, для того, чтобы максимально вовлечь нас в действие. Собственно, какая... Вот я постановщиков боев, какая у меня цель? У меня цель заставить зрителей на этот бой смотреть внимательно. Не скучать. Да, когда зритель будет смотреть внимательно. Во-первых, когда он сопереживает персонажа. И во-вторых, когда хореография боя такая, что на нее интересно смотреть. Здесь, кстати говоря, мы касаемся такого очень сложного вопроса. Мы касаемся вопроса историчности и, прости господи, реалистичности боя. Вот сразу могу сказать, что слово реализм, на мой взгляд, надо сразу вычеркнуть, забыть и никогда не вспоминать. Почему? А потому что на самом деле мы очень мало что знаем, как выглядит настоящая дуэль. Да, мы можем на основании знаний исторического контекста, описаний и дошедших до нас книг по фехтованию попытаться спрогнозировать какую-то там технику, реконструировать какие-то определенные приемы и так далее. Давайте мы посмотрим на записи дуэлей начала 20 века. Они парочек штук-то есть реальных. Так это же ужас. Потому что люди, во-первых, очень боятся друг друга ткнуть. Удивительно. Во-вторых, да. Во-вторых, делают что-то непонятное. Здесь как раз можно предположить, что как раз те люди, которые запечатлены на кинохронике начала 20 века, они-то не шибко обученные. Ну и опять же, все-таки менталитет скорее современный, нежели менталитет дворянина эпохи Ренессанса, когда, говоря современным языком, отморозки были те еще. Ну вот правда, менталитет был абсолютно другим. Можно предположить большую решимость. Описания дуэли говорят нам о том, что люди зачастую прыгали друг на друга, абсолютно пренебрегая защиты, и падали пронзенные клинками друг друга. Мы все это знаем. В любом случае, говорить о том, что вот этот бой реальный, вот этот бой нереальный, на мой взгляд, это домыслы. Можно говорить, вот этот бой соответствует общей атмосфере рассказа, а вот этот бой нет. Вот здесь так сказать можно. Вот простой пример. Фильм «Дуэлянты», о котором мы говорили, то так, как там показано фехтование, оно как нельзя лучше вписывается в общую атмосферу рассказа. Поэтому оно смотрится органично. А зачастую какие-то очень сложные фехтовальные движения и длинные поединки, они смотрятся, может быть, и не так органично, и не столь естественно, как короткие, но яркие сцены в фильме «Дуэлянты». Ну да, мы об этом говорили, что, ну, все-таки, говоря о «Дуэлянтах», хочется упомянуть слово «реализм», потому что видно, что персонажи дорожат своей жизнью, боятся напороться на заточенную штуку. Это так. А с другой стороны, давай вспомним «Дуэль на саблях» из фильма «Дуэлянты», когда они пластают друг друга. Там же я сказал, что это выглядит малореалистично. Но мы говорим, видимо, не про реализм фехтовальной сцены, а самого события, насколько оно вероятно. Да. Отсюда же вопрос про историчность. Нужна ли историчность для демонстрации, демонстрации фехтовального поединка в кино? Особенно, если мы говорим о каком-нибудь историческом романе. Те же самые «Три мушкетеры» или «Гардемарины», или там «Графиня де Монсаро». Естественно, какая-то историчность определенно нужна. Является ли это обязательной составляющей хорошо поставленного и органично выглядящего фехтовального боя? Скорее нет, чем да. Вот давайте мы вспомним фильм «Приключения капитана Фракаса» французский с Жаном Море. Там такая вот классическая французская постановочная школа фехтования, когда длинные поединки с огромным количеством звяков, клинков, вот этого вот всего, ничего общего с фехтованием «Похи Ренессанса» не имеющий. Смотрится вполне органично. Смотрится вполне органично, потому что это совмещается с отличной актерской игрой, это совмещается с общим включением в сюжет и так далее. А что ты в таком случае скажешь про «Капитана Латриста», где как раз-таки бои достаточно скоротечны? Да, на мой взгляд, больше похоже на правду, насколько мы можем судить вообще про фехтование 17 века, про то, каким оно было. Вот. Опять же, вот вопрос, пример малоисторичного, но очень зрелищного боя, это мой любимый поединок, на мой взгляд, лучший поединок в кинематографии, это «Роб Рой», последний поединок Каннингема и Роб Роя, где то, что они делают, на мой взгляд, не соотносится никак с фехтованием 18 века. Вот мне, по крайней мере, я не могу понять, что авторы имели в виду. Вот. Но при этом смотрится хорошо, интересно. Историю рассказывает хорошо. Да. И в целом я могу предположить, что да, два человека, обладающие любым опытом, что-то такое могли делать, а почему нет? То есть, а пример хорошего отношения с историей, опять же, даже самая Этерна, там четко видно, что действительно постановщик боев показывает нам фехтование именно 17 века. Ну, сам по себе комплекс романов «Отбиски Этерны», по которому снят этот фильм, это фэнтези, но снято с аллюзией на 17 век. И там видно, что фехтование плюс-минус эпохи Реносанса, то есть люди пытаются что-то похожее показывать. Очень красиво, очень уместно, отлично читается и шикарно вписанное сюжет. Но в Роб-Рое само фехтование не соответствует эпохе, но это не важно. Ну, на мой взгляд, да, я вот не могу понять, к какой, скажем так, школе фехтования 18 века это может быть отнесено. Но опять же, понятно, что это задача для тебя, для любого, для другого увлеченного фехтования человека, но для большинства зрителей они просто прикольно фехтуют и рассказывают историю. Именно, именно, и они рассказывают историю. Вот, что нам важно для рассказа истории? Как я уже сказал, зрителям надо чем-то привлечь. Чем его можно привлечь? Можно привлечь красивой картинкой. Опять же, тот же самый Скоромуш. Длинный поединок каскадом каких-то приемов, которые не всегда зрителю понятны, но за счет того, что они высочайшего качества, они очень уместно и красиво смотрят. То есть какой-то дзынь-дзынь-дзынь-дзынь происходит, но это не просто звяканье клинка о клинок, а видно, что у людей есть логическое взаимодействие. Вот, один вариант. Противоположный вариант, неоднократно вспоминаемый нами дуэлянты или тот же самый поединок Алва и Огдала. Очень короткая история. Мгновение и полученный результат. Зритель также в этом это хорошо, когда бой является развязкой какого-то сюжета. Также очень хорошее решение. Дальше. Вроде бы этим еще славятся психи-японские фильмы. В японских фильмах это тоже часто есть. Редко именно есть обмен фразами. Что еще у нас здесь может быть? Первый вариант может быть очень яркая картинка с помощью сложных фехтовальных действий, прыжков по крышам или чего-нибудь такого. Другой вариант, наоборот, абсолютно лаконичная история, которая максимально быстро приводит к результату. Далее. естественно необходимо, чтобы зритель начал сопереживать тому или иному персонажу. За счет чего это можно добиться? Ну, понятное дело, что если мы говорим о поединке, который в середине сюжета, или ближе к концу сюжета, когда мы с героями знакомы, у зрителя, скорее всего, свои симпатии, антипатии как-то уже сформировались. Классический пример это доминирование одного из персонажей, и в последний момент бой, соответственно, складывается не в его пользу. Вот эта вот история, она очень часто такой вот драматический прием, да, в Роб-Рое это сделано, в том же самом Скоромуше это сделано, вот в фильме Огнем и Мечом мы про него будем говорить, это также есть. Это может быть решено очень по-разному. Это может быть решено тем, что менее опытный, более молодой, например, соперник, или хуже обученный, травмированный, но при этом тот, за кого мы болеем, за кого мы должны болеть, шаг за шагом отступает от циничного и обученного противника, но, тем не менее, в последний момент либо переламывает поединок в свою пользу, либо, пользуясь какой-то ошибкой, надменностью очень часто героя-антагониста, все-таки восстанавливает справедливость. Прием достаточно простой. Мы на самом деле уже ждем чего-то такого, когда видим, что бой складывается через постоянную доминанту одного из персонажей. Но мы понимаем, что, скорее всего, в конце будет что-то по-другому. И происходит вот этот в итоге победа того, за кого мы болеем. Еще какой есть способ привлечь внимание зрителей к поединку? Рассказ про какой-то чудесный прием или чудесный удар. И все ждут его. Да, вот эта история тоже очень часто встречающаяся в киноискусстве. Классический пример, опять же, фильм «Горбун». Их есть несколько штук. Это фильмы, которые сняты по такому автору, как Фиваль. Книжка называется «Поключения Шевальеда Лагардера». Это даже не книжка, это серия романов. И надо сказать, что в конце 19 века эта серия романов успешно конкурировала с Дюма. Главный герой Шевальеда Лагардер является наследником секретного удара еще одного героя, герцога Наверского. Этот удар заключается в том, что противник поражается в лоб шпагой. И, собственно, в разных киноверсиях этот удар решен по-разному. Кстати говоря, вот эта вот история про секретный удар, в результате которого мы поражаем лоб противника, она очень популярная. И также она встречается в отечественном творении, которое называется Тесфакция. Фильмом это назвать сложно, это, скорее всего, такой кинокапучник, который тоже построен вокруг фехтования. Фехтование там не имеет ничего общего с историей, но правда красивое. Абсолютно фэнтезийное, но очень красивое. И там также есть секретный прием ударом в лоб, причем этот прием, как, кстати, и в фильме Горбун, это настолько яркая черта, что по нему опознается определенный герой, и таким образом фехтовальный прием становится также неотъемлемой частью повествования. Это очень важный момент. Это тоже может привлечь внимание зрителей. Таким образом, основные моменты, да, это, собственно, красота поединка, при этом красота не обязательно связана с каскадом каких-то движений, но и лаконичность. Это внутренняя логика поединка, то есть, кто побеждает, за счет чего побеждает. Вначале побеждает плохой, но потом хороший отыгрывает у него, значит, набранные очки, и вот это вот все. И опять же, вариант какого-то суперсекретного приема, с помощью которого привлекается внимание зрителя к действию. Конечно, этих приемов есть гораздо большее количество, но я такие вот хрестоматийные перечислил, и мы практически в каждом кино что-то подобное увидим. Так, например, секретный прием, он условно секретный, все понимаем, коллеги, что это такой термин очень условный, фишка такая, характерный прием. Вот, это очень удобная вещь, которой можно маркировать определенного персонажа. Вот если мы посмотрим фильм «Тремушкетера» советский, там Д'Артаньян очень часто колет всех противников за спины. Прямо вот видно, что это есть. Если мы, ну, вспомним тот же самый фильм о Шевалье де Лагардере, там вот этот самый удар в лоб. Иногда, причем, этот прием может быть заявлен изначально, почему, заявлен то, что называется самим сюжетом, как в Шевалье де Лагардере. Вот этот удар Алва, о котором мы говорим. Да, вот удар Алва, он есть, но мы про него, мы его видим, но нам его не описывают. Вот в фильме «Горбун» секретный прием прям говорится, что вот смертельный удар, его никто не может отразить, вот он наносится вот так, вот ты сейчас научишься и всех победишь. А, например, что в фильме Д'Артаньян и «Тремушкетера», что в Этерне характерный удар есть, нам его не описывают. Он просто раз за разом всплывает. Постановится характерно от «Бой Горбун». Как мы уже говорили, когда мы описывали и обсуждали фильм «Этерна», мы видим удар Алва в его поединке с Огдалом и видим, что противник младшего Огдала в учебном поединке Эстебан Кальярд использует тот же самый прием против него. Вот какой-то мостик перекинут, уже фехтование становится неотъемлемой частью сюжета. Очень удобная штука. Ну что ж, поговорив, да, поговорив, в общем, давайте перейдем к частностям. И, дорогие зрители, Максим, я приготовил разбор трех поединков, два из которых я разберу скорее с точки зрения таких общих вопросов драматургии, один из них я разберу достаточно подробно. И, собственно, эти все поединки, они вписаны в сюжет, вписаны в сюжет фильма. Вот, они являются неотъемлемой частью сюжета этого фильма. Их нельзя вот просто так взять и выкинуть, потому что они нам много о чем говорят. И первый из этих поединков является такой вводной сценой. Второй является как раз сценой в середине фильма, способствующей повествованию. А третий является поединком кульминации. Начнем с самого первого. И вновь мы вспоминаем Ридли нашего Скотта, фильм Дуэлянты. Собственно, самая-самая первая сцена, с которой начинается фильм, которая заявляет нам все это действие. Ферро и племянника бургомистра или губернатора. Какого-то шпака. Если говорить с точки зрения Ферро и военных того времени, ну, какого-то штатского. Так вот, как нам показана эта дуэль? И что там происходит? И чем нам этот поединок важен, когда мы говорим про фильм Дуэлянты и про сценическое фехтование в кино? Это одна из моих самых любимых сцен. И моих тоже, на самом деле, и моих тоже. Тем более, надо сказать, вот там и приемы, ну, хотя бы условно-исторические тоже видны. То есть, видно, что люди сражаются с использованием шпак-гварянок не в современной манере. Вполне с аллюзиями на школу 18-19-го. Показывают эти стоечки по нынешним меркам архаичные, смешные, убоги. Да, именно так. Во-первых, как нам показана эта дуэль? Эта дуэль нам показана глазами девочки. Девочки, которая выгоняет пастись гусей, вдруг ей преграждает путь один из секундантов в гусарской форме, и дальше она видит собственно дуэль. Да, это правда. Значит, как эта дуэль нам показана? Один из персонажей. Мы еще не знаем персонажей. Что важно, это первая сцена фильма. До этого были титры, до этого было сказано, что в дуэли каждый ищет защиту своей чести. Мы не знаем этих персонажей. Нам показаны какие-то два человека. Один из них явно частично в военной форме, то есть видны военные штаны, видна характерная гусарская прическа, для тех, кто знает, соответственно. Мы четко понимаем, что перед нами военный. Второй непонятно кто. Один подтянут, спокоен, очень умело держит шпагу, не делает лишних движений. Второй явно суетится и нервничает. здесь прекрасно дана актерская игра. Не тем, что актеры орут в камеру, как это модно во многих современных фильмах. Не тем, что они корчат какие-то рожи. Здесь как раз актерская игра в первую очередь показана их движением. Движение одного из персонажей, напоминаю, мы их пока не знаем, отточены, выдержаны, можно даже сказать цинично и расчетливо. Второй явно испуган. И вот этот испуг он совместим с некоторым определенным гневом. Дальше мы можем пофантазировать на что этот гнев? На своего обидчика, на самого себя, на ситуацию. На несправедливую жизнь в целом, которая его свела вот с таким противником. С мясником, да? Да. Значит, первый из этих персонажей, как мы узнаем позже, это, собственно, Феррой, это главный антагонист, с которым будем жить весь этот фильм. Что он делает? Аккуратненько работает по клиночку противника. Аккуратненько выискивает необходимый ракурс для атаки. Наносит скупые уколы. Один-два укола и все. Что делает его оппонент? Бегает вокруг, пытается хоть как-то отбиться, пытается машет шпагой, вероятно, не в состоянии нанести точный укол. На какой-то момент прыгает на своего противника, напоминаю, его противник спокойно ищет ему ключ. немножко привык? Для тех, кто мало следующих фехтований, стоит понимать, что рубка более естественное движение для человека, чем укол. И именно это и происходит в этом бою. Он натурально машет шпагой, потому что укол это сложно, этому нужно учиться. Мало того, он пытается все его отбивы, вот Ферро, я сразу буду, мы пока не знаем, зритель пока не знает, что его зовут Ферро, просто для простоты буду называть его тем обзорусь на этот фильм. Вот этот самый Ферро, он наносит укол за уколом, щупает своего противника, куда бы его кольнуть. Соответственно, а его оппонент размашистыми движениями хоть как-то отбивает этот клинок, пытается хоть как-то его достать, и дальше наступает ключевой момент. В попытке отбить укол противника, вот этот самый племянник Бургомистра хватается за шпагу Ферро. Ферро резко ее выдирает и таким образом наносит рану, разрезает руку своего противника. И дальше противник впадает в ярость и кидается в достаточно такую безудержную, как безбашенную атаку. Самоубийство. Более того, поначалу, вот эта атака на самом деле в фильме занимает секунды. Но я помню, как я смотрел эту дуэль первый раз, и у меня было ощущение, что вот сейчас за счет вот этого бешеного напора как раз и переломит ход вот этот вот, прости господи, шпаг, который ничего не умеет. Потому что Ферро отступает, отступает, он вступает еще к какой-то такой, там, то ли амбар на этих самых стоит, на каких-то курьих ножках, то ли еще что-то, отступает, отступает, и вот ощущение, что будет дальше-то? Неужели его сейчас сломят? Но нет, он просто выжидает момент, когда противник открывается в атаке и наносит результативный укол. Все. Противник пронземной шпагой падает, Ферро уходит. Очень короткий поединок. В кино он занимает, по-моему, меньше минуты. А, собственно, вот звяк-звяк оружием несколько секунд. Там, да, там 4-5 фраз фехтовальных, не больше. Но, тем не менее, как нам показаны эти характеры? Ну, племянник бургомистр-то больше делать не будет в кино ничего. Мы узнаем о нем о том, что он получил тяжелую рану и находится в госпитале. Все. Это все, что мы о нем знаем. Это важно для кино, это важная завязка, потому что, собственно, из-за этой дуэли дальше происходит конфликт. Выражаясь киношным языком, это инициирующее событие фильма. это инициирующее событие фильма. Но самое главное, как нам показан Ферро. Мы практически все уже о нем узнаем из его характера в этом бою. Абсолютно все. Уверенный в себе боец, выраженный бритер, то есть явно для него это не первая дуэль, жестокий к своему противнику и явно стремящийся добиться результата, несмотря на то, что по уровню противников понятно, что он мог легко закончить эту дуэль первой кровью, как-то царапнув его по руке, но нет, он наносит тяжелое ранение своему оппоненту. Вот это отличнейший пример поединка в кино, который является заявочным действием, инициирующим действием и одновременно прекрасной экспозицией одного из главных героев. Ну окей, переходим к, собственно, бою кульминации. И я не мог говорить про сценическое фехтование и не рассказать про мой любимый поединок в кино. Вот если мой любимый фильм про фехтование это, конечно, Скоромош до сих пор, то мой любимый поединок в кино это, конечно, поединок Каннингема и Руброя в фильме Руброй. Вот. Та-дам! Да. И надо сказать, опять же, забегая вперед, я все время в этом поединке сопереживаю Каннингему. Конечно, он редкостная скотина, судя по кино, но как он фехтует? Господи, как он фехтует? И как-то вот после этого сопереживать вот этому вот мужику с Палашом у меня не получается. Вот я не могу. Как сказать, солидарность фехтовальщика для меня здесь важнее. Итак. Сейчас я тебя предостерегу. Набегут в комментарии люди, которые будут говорить тебе, что это не Палаш, а у этого не шпага. Вот это все. А, пускай набегают. Вот. Потому что Клим Саныч уже на эту тему высказался и все, теперь это не Палаш. Ну, на самом деле у нас принято называть это оружие шотландским Палашом и некоторые из них действительно Палаши. Там есть это оружие с клинком от мечей, причем от старых мечей где-то действительно меч мечом. Есть это оружие, когда клинок несет одностороннюю заточку. Бывает по-разному. Принято называть Палашом. Готовься. Да, пожалуйста. Вот. Итак, виды оружия. Огромный Лайм Ниссан с тяжелейшим шотландским Палашом. Вот это вот прямо видно. И противостоит ему в роли Каннингема Тим Рот. Великолепный актер, кстати, один из моих любимых актеров. Где вы в фильме, я его не видел, везде он великолепен. Он же реально коротышка, да? Что? Он реально достаточно невысокий. Он относительно невысокий, достаточно щуплю, особенно с Ниссаном. Еще одет так. Да, 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 да. И вообще он, да, он одет и такой несколько женоподобным нам представлен кавалером. Вооружен он странный, достаточно шпаговый. Вот я до сих пор не смог идентифицировать, что у него в руке, потому что в сущности своей это эпоха уже так называемых дворянок или как по-английски это называют small sword. И в целом то, что у него в руке по клинку, вопросов не вызывает. Именно клинков таких много. Вот что за эфес, я до конца так до сих пор не определился, нет времени поискать, как следует посмотреть. Но в общем-то это и не важно для нашего с вами повествования. Это в общем-то не важно. Это просто, о чем мы говорили. Тут историчность вторична. Историчность здесь абсолютно вторична. Вот. Кстати, могу сказать, что фильм Роб Рой к классическому роману Вальтера Скотта Роб Рой по-моему не имеет вообще никакого отношения. За исключением Роб Роя и нескольких других главных героев. Потому что вот книжка она вообще про другое. И поединка этого в книжке по-моему в такой форме точно нет. Я вообще не уверен, что там Каннингем есть. Там какой-то есть отрицательный персонаж. Но я Вальтера Скотта признаюсь, читал очень давно. И поэтому не очень хорошо помню этот роман. Роман, на мой взгляд, роман Роб Рой у Вальтера Скотта один из самых скучных его романов. Не идет ни в какое сравнение с Айвенгой или, предположим, там с Квентином Дорорном. Неважно. Про фильм. Итак, огромный Роб Рой и такой немножко женоподобный Каннингем. Они, каждый выбирают свое оружие и начинается поединок. Мы уже знаем этот фильм, говорю, это поединок кульминации. Мы уже знаем, что Каннингем очень хороший фехтовальщик. Как раз в этом фильме есть заявочная сцена фехтования, где он побеждает звероподобного шотландского бойца, нанося ему удар за ударом и мастерски уклоняясь от его атак. Поэтому мы понимаем, что Лайму Ниссону сейчас придется ой, не сладко. И в целом так оно и есть. С чего у нас начинается поединок? Каннингем делает несколько шагов в разные стороны, выискивая как бы нужный сектор для атаки и идет в разведку боем. он наносит несколько ударов и уколов, которые Роброй отражает. Видно, что Роброю отражение этой атаки дается нелегко. Он вынужден размахивать палашом, а его противник делает достаточно скупые движения. тяжести оружия. Да, есть разница в оружии и явно разница в обученности. Она сразу нам дается. Она сразу нам дается. Сразу видно, что у Роброя несколько хаотичное движение. Да, он большой, он достаточно лунгориц, он по горам скачет, понятное дело, он ловкий, он бы иначе не выжил. Но четкости и академизма в движениях у него нет. А у Каннингема есть. И чем еще интересен этот бой, вот он как раз очень интересен своей фехтовальной хореографией. Об этом я сейчас как раз отдельно поговорю. Итак, соответственно, разведка боем. Каннингем волшебно использует большую длину своего клинка. Он может показывать атаку в противника, противник вынужден будет защищаться. У него вариантов нет. Речь не только про длину именно клинка, а из-за баланса оружия возможность выносить клинок. Ну да, у него более маневренное оружие. Соответственно, роб-рой немножко отступает, пытается переломить бой, делает шаг на Каннингем, а дальше Каннингем делает очень забавную вещь. Он показывает уколы за спины и выставляет шпагу вперед, как бы прощупывая реакцию своего противника. Считывает эту реакцию, считывает эту реакцию, и дальше проводит результативное преднамеренное действие. Вообще, в фехтовании можно все действия поделить на преднамеренные, экспромтные и преднамеренные экспромтные. То есть, либо я задумал и сделал, либо я что-то сделал, что получилось прямо сейчас, либо я начинаю, например, какую-то вещь изначально подготовив, а потом продолжаю, как пойдет. Ну, если очень грубо, для наших зрителей, чтобы было понятно, о чем идет речь. И вот в данном случае Каннингем четко делает то, что называется заготовочку. То есть, обман и ударом из-за спины, даже таким не ударом, а порезом он достает своего противника. Вот. 1-0. Вот. А надо сказать, что в реальном поединке 1-0 это не счет. Это травма, это рана, а рана будет кровоточить, рана будет болеть, рана будет беспокоить, рана будет отвлекать, и рана будет, что самое главное, способствовать усталости. Потерю крови никто не отменял. Отлично, Каннингем повел. Что он делает? Он продолжает хладнокровно атаковать. Кстати, у меня есть забавная версия, я вот в этом не уверен, когда я готовился к нашему разговору и пересматривал этот поединок, у меня есть ощущение, что вот эта вот сцена разведки боем, она несколько раз повторяется в фильме, то есть, чтобы не учить актера разным сложным связкам, вот ее один раз выучили, несколько раз воткнули, соответственно, в поединок. Это не делает поединок не чуть хуже, но просто такая вот фишечка, что ли, ну, прием постановщика боя. Я в этом до конца не уверен, но вот, уважаемые зрители, может вы посмотрите, скажете, прав я здесь или не прав, но мне так показалось. Итак, Каннингем продолжает хладнокровно атаковать, причем как он это делает? Раз, два, три, четыре удара и закончили атаку. Раз, два, три, четыре удара и закончили атаку. Я бы так сказал, что в реальности даже четыре-то удара много для постоянной атаки. Ну, в кино то, что называется прокатило, в любом случае мы видим очень хладнокровного бойца, который не увлекается атакой, не проваливается в нее, вот поатаковал, отошел, поатаковал, отошел, продолжая изматывать своего противника. Вот. Каннингем, можно сказать, заставляет креститься своего противника мечом, ну, термин жаргонный, фехтовальный, то есть, когда мы атакуем несколько, разные сектора противника, заставляя его брать хаотичной защитой. И Ромброй ведется на это, видно, что у него не хватает обычности, он, собственно, вот этот вот крестится своим этим самым палашом, пытаясь хоть как-то отбиться от места защиты своего, да, вертунной дистанции, соответственно, он там защищается. Он не защищается дистанцией, он пятится. Формально это защита дистанции. Хорошо. Пускай спонтанная, но есть. И так вот, следующий удар Каннингем наносит явно экспромтно. Как это происходит? Очередная вот эта вот множественная атака, Ромброй наконец-то пытается дать ответ, то есть отбить удар противника и ударить его в свою очередь. А вот Каннингем в этот момент выполняет что? Поскольку удар очень размашистый, он его видит, он не защищается оружием, он выполняет вольт, то есть уклонение в сторону и наносит очередной удар по своему противнику. 2-0. И следующая рана на Ромброй следующая кровоточащая рана, которая будет заставлять Ромброй уставать. Как сказать, перейдем в другую сторону, посмотрим на бой глазами Ромброй. Два раза уже получил. Он понимает, что если вот он сейчас не захватит инициативу, для него все закончится крайне печально. Просто крайне печально. Очки здоровья у него кончаются? Да, 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 что вот линия здоровья она вот уже начинает сдавать. Да и он просто устает. Вот. Он пытается идти в атаку, пытается переломить схватку. Что делает Каннингем? Отбивает, огрызается ответами. Вот. И по большому счету просто понимает, что время сейчас работает на него. Кстати, надо сказать, это же не только для реального поединка, это и спорте так. Вот мой тренер Кирилл Арестович говорит замечательную фразу. Как только ты выиграл первый укол, время начинает работать на тебя. А тут аж целых два выиграно. Вот. Время явно работает против Рубро и явно в пользу Каннингема. Хотя, как я уже сказал, здесь на кону не медалька на соревнованиях, а целая жизнь. И уколы дают о себе знать не цифрой на табло, а кровоточащими ранами. Что делает ситуацию гораздо острее. Так вот. Соответственно, происходит определенная пауза. Каннингем тут же вытягивает оружие в линию. Устремляя острие на Руброя. Это чистой воды провокация. Рубро раз пытается сбить клинок, сделать Батман, два пытается сбить клинок. Соответственно, Каннингем вроде бы разрывает дистанцию, как бы делая паузу и неожиданно наносит удар. 3-0. И, в общем-то, с этого момента жизнь Лайм-Нисона, простите, Руброя, уже по большому счету не стоит ломаного цента. На самом деле партия. Вот на самом деле партия. И это видно. Герой Лайм-Нисона начинает заметно слабеть. Он уже двигается на своего противника волоча, соответственно, свой клинок по полу. Так сказать, вот уже на морально-волевых, то, что называется, продолжает поединок. Вот. Соответственно, Каннингем раз за разом заставляет противника размахивать тяжелым палашом и уставать. Он ждет. Он ждет того, чтобы можно было нанести фатальное поражение. Когда лучше всего нанести фатальное поражение? Разумеется, когда противник пошел в какую-то откровенную атаку, от которой можно спокойно защититься и дать ответ. И Каннингему это в полной мере удается. Шотландец пытается нанести удар, попадает в защиту и Каннингем в ответ наносит уже серьезное ранение я так понимаю в область куда-то живота, после которого герой Лайма Нисона оказывается поверженным. Я каждый раз жду, что на этом поединок закончится. Как я уже сказал, несмотря на то, что Каннингем в этом фильме редкостный мерзавец, ну вообще я фильм-то так смотрю целиком редкий, я в основном бой смотрю, но волшебство его фехтования, которое здесь показано, заставляет лично мне становиться на его сторону, по крайней мере, в этом поединке. Но искусство демотругии неумолимо и естественно Руброй должен выиграть. Надо сказать, что режиссер этого фильма решил вопрос очень просто. Руброй захватывает оружие Каннингема, который подставляет надменно шпагу к его горлу, захватывает его настолько сильно, что Каннингем не может его освободить и наносит фатальный удар палашом, который разрубает от плеча до седла. Да, до седла, то, что называется. Вот. Собственно, как я уже сказал... Не умирает за кадром еще, от потери крови. судя по всему, его как-то там все-таки выходили. Нет, я помню, помню, да, но по факту. Да, И Нитоля комедия. Собственно, как я уже сказал, вот этот бой, на мой взгляд, образчик фехтования в кино. Во-первых, с одной стороны, вот бздынь, звяк и вот этого всего очень много. Фехтование очень зрелищное. Красиво, глаз приковывает. Да, глаз приковывает. Все приемы, что особенно интересно, они отчетливы. Вот если мы сравним с тем же самым скрамушем, волшебное фехтование, но для человека со стороны уж слишком изящна вот эта вот вязь, которую плетут клинки противников. Очень много защит, ответов, уклонений, атак, контратак и прочего. Здесь все в общем-то не очень быстро, достаточно заметно, но при этом, что важно, очень логично. Каждое движение персонажа продиктовано общей драматургии поединка. Общая драматургия поединка в полной мере соответствует драматургии истории в целом. У нас герои продукт всей истории. У нас их движение полностью соответствует характерам этих героев, которые были заявлены на протяжении всего фильма. Такой вот серьезный мерзавец, хорошо обученный и открытый герой-протагонист, который, может быть, и не так хорошо бьется, но готов стоять за правду до конца. И некая высшая справедливость в итоге торжествует. Все это понятно. Именно, на мой взгляд, вот такое сочетание отличной хореографии боя, отличной драматургии поединка и органичного вписывания поединок в общую историю сюжета дает нам одну из лучших сцен кинематографического фехтования, которую мы знаем. Несно чего тут нет из того, о чем ты говорил, нет секретного удара. Но, видимо, Каннингем настолько хорош, что ему не нужно секретного удара. Ну, значит, на самом деле, по-моему, он несколько раз вот это вот из-за спины что-то делал и в первой сцене. Я, честно говоря, не помню. Да. Но здесь это нет, здесь этого не надо. Здесь у нас как раз показан бой опять же по всем законам драматургии, когда у нас показано полное доминирование одной из сторон и в последний момент торжество справедливости за счет морально-волевых качеств потому что схватить и удержать заточенный клинок ну, в общем-то, на это, чтобы пойти нужно обладать определенным в последний уже момент когда вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас до конца убьют голой рукой. Да, голой рукой. Это немало говорит так сказать о персонаже. Ну, у него мотивация была достаточно. В общем, да. Вот. Итак, это, наверное, все, о чем я хотел рассказать нам сегодня по поводу сценического фехтования. Очень классно. Вот у меня есть такое предложение, Максим. Я думаю, что согласишься. Я хочу предложить нашим уважаемым зрителям в комментариях отметить те бои в кинематографе, разбор которых вам бы хотелось услышать. И если их наберется достаточное количество, может быть сделать про это отдельную передачу, отдельный выпуск, разбор фехтовальных поединков в кино с точки зрения фехтовальщика. Я даже могу для затравки вспомнить тоже пан Валдеевский, по-моему, из Потопа. Да, да. Есть. На Ютубе это очень популярное видео, как наиболее реалистичный бой на саблях. Там, собственно, Валдеевский дерется против Кмитиса. Да. Известное видео, да, его можно тоже разобрать. Его бы я разобрал, потому что лично я не котирую вот так высоко, как YouTube. Ага, хорошо. Ну что ж, уважаемые коллеги, я думаю, что Максим Петрович не против, следовательно, мы готовы пойти на этот, как сейчас говорится, челлендж. Ну, на этот эксперимент пишите в комментариях, это будет интересно. Я думаю, что там 3-4 фразы для начала, если будет, ну, в смысле, 3-4 сцены, да, нам этого хватит на какой-то полноценный ролик. Вообще, было классно, тема классная, ты рассказал очень интересно. Книжки, мы, наверное, тоже укажем в описании, чтобы люди могли их поискать, почитать. Мне очень нравится. Напоследок, хотел вот что сказать. Все, что ты говорил, есть такое ощущение, что это справедливо в целом для боя. То есть, по таким же принципам там можно ставить боксерский поединок, какие-то там ушлук, там бой на ложках, на чем угодно, то есть, это, в принципе, работает для боя. Просто так как, ну, мы говорим о сценическом фехтовании, потому как фехтование в сцене, в театре всегда было больше, чем драки на кулаках. Ну, вот, с начала зарождения этого искусства. Ну, это по поводу драки на кулаках, как раз в кино, то драки на кулаках, по-моему, сейчас уже больше. Вот сейчас, да, но такое ощущение, что те люди, которые их ставят, да, теми же принципы руководствуются. Определенно так. Я думаю, что это, в принципе, общие такие законы драматургии, какого-то боевого взаимодействия. И в этой связи вот даже не важно, говорим мы про фехтование, говорим мы там про рукопашный бой, говорим ли мы про войну, ну, предположим, про какое-то сражение. Про шахматы. Мне кажется, что это применимо даже в каком-нибудь фильме про шахматы. К любому, тем более, тут скоро должен был выйти фильм какой-то про шахматы, вот надо будет посмотреть. Да, 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 что-то вышло. Но я вспоминаю недавно вышедший, ну, в том году «Ход королевы», да. Есть такое ощущение, что по этим же принципам, ну, в принципе, любой конфликт, точнее, я даже не знаю, что тут яйцо, а что курица, да. Конфликт можно строить по принципам сценического фехтования, сценического боя, или бой развивается по принципам конфликта. Ну, я думаю, что, скорее, конечно, здесь, как я уже сказал, общая драматургия и конфликта, она первична. Вот. Но в целом это и не суть важно. Важно то, что, мне кажется, общее понимание принципов построения сценического боя и тому, чего он должен соответствовать, поможет нашим зрителям, может быть, более спокойно воспринимать какие-то отходы от реальности или от историчности в кинематографе, потому что все-таки сценическое фехтование, фехтование в кинематографе, это в первую очередь инструмент рассказа истории. Чтобы не бомбило от того, от чего может и не бомбить. Может и не бомбить. Именно так. Отлично сегодня выпуск, мне кажется. Отлично поболтали. Мне было очень интересно. Я, зрители, надеюсь, что и вам было очень интересно. Тема классная. Спасибо, что пригласил. Приглашаю еще. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Пока, друзья. До свидания.